Так, доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Андрей Антонюк. У нас повод для встречи, это матч Лиги Чемпионов между Аяксом и, соответственно, Арсеналом. Так, сейчас одно единственное место я сделаю, посмотрю таблицу. Таблица видна на ваших экранах. Четыре матча все сыграли, 3-0-1 по статистике Арсенала. 9 очков и 1-0-3 у Аякса. Ну, что сказать, Аяксу не надо победа и ничего, кроме нее, для того, чтобы побороться с какими-нибудь в Лиге Европы, а то и за ПО в Лиге Чемпионов. Так как в Арсеналом и Иерону будут играть в прочный матч. Составы команды видны на своих экранах. Первый матч, напомню вам, закончился сенсационно. Со счетом 3-4 выигрывал Аякс в гостях. Теперь Аякс играет дома и состав 4-2-1-3 против 4-2-1-3. Одинаковые идентичные, так скажем, расстановки у нас видны. Ну и в принципе все готово к матчу. Я предлагаю его начать. Если кому-то нужно в составе, то вы можете отмотать, поставить на паузу и так далее. Ожидают этого матча также огромное количество опасных моментов, голов. Ну и пусть победит сильнейший. Ну что ж, Арсенал начинает атаку своей команды. Мяч у Мазруи. Дальше дает пас на Энтони Мазруи. Энтони на Беллинхэма. Беллинхэма на Лосина Трауре. Лосина. Лосина. Не удается ему ударить. Единственное, что я скажу, то что это одни из последних мгновений нынешнего Аякса, имеется в виду состава. Так как уже вот в это время идет Туо, у нас на данный момент записи до матча. И половина из этих игроков уже ушли на аукцион. Не продан, но возможно будет продан тот же Икама Винга. Лоди точно продан. Беллинхэм точно уже продан. Диакаби точно продан. Абамиянг. Не попадает. Или Казет удар. Ну тут мимо. Так что как-то вот так. Ну и еще куча много хороших игроков. Поуходило. Ну и прикупает. Шик можно выходить вперед. Нет. Великолепен Стекаленбург. Камавинга. Вот. Камавинга отдает пас на Нереша. Нереш. Нереш с мячом. Хектор Белерин. Отдает пас на Йохана Кабая. Лабиат отлично выиграл единоборство в этом эпизоде. Фекир. Кабай. Гранит Джака. Ля Казет. Абамиянг один на один. И в пустые. Нет. Не забивает Абамиянг. Фекир. Торсова. Великолепен. Ну что ж, дорогие друзья. Видно то, что Арсенал хочет реванша в этом матче. За первое так поражение в туре в первом. Потому что потом Арсенал был просто невероятен. Дважды обыграл Барусю в стыковых матчах. Ну так скажем, в третьем-четвертом туре. Обыграл Рому. Ну и победа, конечно, очевидно. Аякса. Ой, прошу прощения. Арсенала будет, ну на сто практически. С процентов выводить его из группы Трауре. Задумано было великолепно. Исполнено, к сожалению, не очень. Энтони. Лабьят. Но там Кось Ельны. Кось Ельны. Кабай. Гранит Джака с мечом. Пас на Тирни. Тирни. Кабай. Банучи. Банучи на Патрик Шика. Шик отдает на Фикира. Фикир можно? Нет, можно было на Бумьянга дать. Но он решил на Тирни сыграть в этом эпизоде. Тирни. Подача. Ауба. Нет, не достает Аубу Мьянгу в этом моменте. Но там Аббельерин тоже, к сожалению, не успевает в этом эпизоде. Лоди будет бросать мяч из аута. Проверить, мне нужно, нормально ли с микрофоном. Да, с микро все нормально. Двигаемся дальше. Нерэш. Нерэш. Отлично. Лобьяд. Ну вот, 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 вот шанс. Ну что-то Лобьяд непонятное сделал в этом эпизоде и потерял мяч. Просто на ровном так скажем месте. Ну как Лоди тут перехватил. Нерэш. Нерэш входит в штрафную пас на Лобьяда. Но каков банучий в этом эпизоде, да? Вы посмотрите, прервал этот мяч. Нерэш будет делать подачу. Подача. Удар. Рэнтони. Великолепный сейф от Лено. Угловой еще один. Превосходный сыграл Лено в этом моменте. Нерэш. Еще одна подача. Лосина. Нет, не достает. Камовинга на подборе. Шик. Ля Козет. Задержка какая-то непонятная. Время идет. Чуть-чуть мотанем с вами, наверное. Да, был разрыв в матче. Подмотаем немножко. Ну и все готово. Да, матч будет доигран. К сожалению, разрыв. Ну, там 0-0. Сколько там? Минут 20 почти сыграли. Поэтому еще мы увидим с вами первый тайм. И практически половину второго тайма. Но теперь уже на своем хосте играет лондонский Арсенал. Фекир. Хороший пас на Абамиянга. Абамиянг нет. Там защита. Надежная защита. Тадич. Йохан Кабай. Кабай. Разыграет. Разыграет мяч. Мяч отдает пас на Эктулера. Белерина. Белерин будет очевидно. Навес. Шик. Рядом с перекладиной. Рядом с перекладиной. Стекленбург. Стекленбург. Мазаруи. Отличная передача Феррена. Феррена, между прочим, тоже уходит от Аякса. В это ТО. Так что Аякс. Там перестановочка неимоверная. Аякс. Эктор Белерин. Шик. Шик, 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 шик. Что сделает Шик? Ударит просто. И рядом со штангой. Я просто вот в РЛ жизни недавно смотрел обзор. Играли Бавария и Байер. В гостях у Байера, конечно. И там Шик такой превосходный мяч забил. Просто, парни, если у кого-то будет возможность посмотреть. Посмотрите Бавария. Ну, Байер, Бавария 1-2. Это вот они буквально пару дней там или вчера даже играли. И там Аказет. Фекир. Ну, Арсенал. Давид. Давид, Давид, Давид. Фекир от 1-0. Великолепно. Просто на замахе Фекир. Убирает защитника и бьет. Превосходный гол от Арсенала. Еще раз смотрим. Опс. Раз, два. Да, великолепен Фекир в этом моменте. Так вот, там вот из великолепной комбинации Байер открыл счет. Вообще, Байер в этом сезоне очень хорошо играет. Промес, промес. Нет, не проходит промес. Так вот. Ну, давайте пока еще досмотрим момент. А потом уже, если что, вернемся. Так вот, там. Как раз таки Шик забил очень красивый гол. С лета такой. Хлесткий удар. Так что, у кого будет возможность, обязательно посмотрите. Не пожалеете. Ну, вот по итогу Бавария все равно в том матче выиграла. А вообще, вот в этой группе, давайте уже вернемся к нашей группе. Ля Козетт. Ля Козетт. Выход 1-1. 2-0. Александр Ля Козетт. Арсенал. 2-0. Великолепно играет у нас Лукашевич в этой Лиге Чемпионов. А у Бамьянг. Ля Козетт. Подача, 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 подача. Нет. Нету подачи. А Бамьянг. 3-0. Ну, все летит у Арсенала в этом матче. Отличная просто передача. Промес. Лабет. Камовинга. Расстроенный, я думаю, Аякс у нас после начала первых 15 минут. Но можно попытаться... Ай-яй-яй. Ну, Траурес с первого момента не ударил. То есть ударил вторым моментом. Но, к сожалению, не забил. Лабет. Промес. Промес. Тут будет опаснейший штрафной удар в исполнении Аякса. Посмотрим, что в итоге Аякс может сделать. Аякс. А именно, прошу прощения, Лабетт будет исполнять этот штрафный удар. Лабетт удар. 1-3. 1-3. Аякс забивается штрафного. Отличный гол. Посмотрим. Памс его туда. Да, отличный гол. А то... Лабетт. Лабетт. Фикир. Ля Казет. Фикир. Водно, надо было давать. Аубамиянгу. Но, Фикир. Удар. Но тут, да. Тут уже слишком. Не точно, так скажем. Диакоби. Пошире можно. Лиссандро Мартинес. Ох, как хорош Диакоби в этом моменте. Ферон. Ферон. Промес. Лабиат. Лабиат борется. Твинси. Но там положение вне игры у Квинси. Промеса. Ну что ж. 3-1. В принципе, в такой ситуации я считаю, что один гол и ты уже снова в игре. Так что нужно стараться, стараться, стараться. И не отпускать Фикиры. Лабиат. Можно дальше дать. Промес. Отлично. Ферон. 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 Догонит Ферон Торос. Лабиатище. 2-3. Лабиат. 2-3. Делает счет. Хо-хо-хоу. Вот так вот, дорогие друзья. Для меня очень неожиданно. Тут Ферон, конечно. Туда-сюда. Бамс. И удар. Сарикошетом. 2-3. 23-я минута. 3-2. Просто 2-3 получается. Ну, дома все-таки Аякс играет. Это просто был разрыв. И вообще, теперь полностью в игре уже Аякс. И посмотрим. Тут офсайд. Тут положение очевидное не игры. Я даже мотану. Чуть не вижу смысла смотреть. Промес. Бамиянг. Мазруи. Пас на Ферона Тороса. Ферон. Ферон. Ай-яй-яй. И все равно мяч остается у Аякса. Аякс. Пас. Хотя Аякс, говорю. Александра Мартинас. Пас был на Ферона. Но он не прошел. И уже Фикир в молниеносной контратаке. Абамиянг. 1 на 1. Отдай пас. Абамиянгище. Если Аубамиянг бы отдал бы пас на 11 номер. А то я думаю тут бы без вопросов был бы счет 4-1. И все. Можно было на этом заканчивать наш матч. А так. Аякс еще далеко. Много еще, думаю, будет иметь возможности, чтобы отыграться в этом матче. Лабият. Лабиядище. Лабиядище. Нет. Не получилось. Тарсоба. Диакоби. Мазруи. Ляказет. Пас. Но там Тарсоба. Тарсоба. Мазруи. Пас на Феррена. Нет. Там Гранит Джака перехватывает. Пас. Фикир. Налево. Ляказет. Ляказет. Удар рядом со штангой. Ну да. Что-то после того, как дважды забил Аякс. Не стала уже идти игра, так скажем, полноценно. И под контролем у Арсенала. Штрафной удар в исполнении. Амстердамцев будет. Тарсоба будет вводить мяч в игру. Тарсоба. Абовенк развернется. Нет. Он прорывается. Входит в штрафную. И мяч у голкипера Аякса. 35-я минута между тем у нас в матче. 3-2. Впереди пока что Арсенал. Тут офсайт. Да. Там было очевиднейшее положение игры, как по мне. Ой-ой-ой. Выгранное Джака. Ляказет. Ляказет. Нужно подавать. Не проходит передача. Белерин. Подача на Бамиянга. Не попадает до Бамиянга. По мячу толком. Суареш. Там Диакоби вырывает. Выгрызает этот мяч. Отлично. Камовинга. Камовинга. Но ошибается. И Суареш. Фикир. Удар. Блокируется удар в этом эпизоде. Талии Фика будет воить, по всей видимости, данную мяч в игру. Выбивает просто Камовинга подальше. В надежде то, что там Тадич поборется. Диакоби. И Абамиян грубо. Ну, Абамиян какой-то тенью самого себя представляет в этом матче. Ничего у него абсолютно практически не получается. Хотя, насколько я помню, один гол он все-таки забил. Какая закидушка классная получилась. Но не дошла эта передача до своего партнера, так скажем. Напарника. Лиссандра Мартина. Промес. Тадич. Саарыш с мячом. Фикир. Абамиянг. Нету слов. Одни эмоции. Один. Задни. Забивают у нас команды. А Абамиянг. Дубль. Ну, такие моменты, конечно, надо решать. 4-2 на 42-й минуте. 4-2, 42. Да, как-то это все символично. Тадич. Лабият. Нарушение правил на Лабияте, между прочим. Лабият будет исполнять штрафной удар. Ну, здесь очень сложно забить в этом эпизоде. Ферн. Фикир. Шик. Камовинга. Тадич. Александр. Ля Коза. Диакоби. Ну, что я думаю. Тут первый тайм у нас завершился. Пока на данный момент впереди Арсенал 4-2. Покажут ли нам статистику. 4-4. Раствор. 13-8. Ну, да. Арсенал был наголову сильнее в этом первом тайме. К 14-й минуте Арсенал вел 3-0. Ну, потом Аякс хорошо дважды забил. Вообще атаковать начал Аякс очень часто. Ну, и в конце концов 4-2 счет стал. Забил у нас Абамьян. Отметился дублин. Тадич. Лобият. Банучи. Ой-ой-ой. Камовинга. Тадич. Лобият входит. Ой-ой-ой-ой-ой. Но по мысли было все правильно. Да. Лобият хотел выкатить на пустые. По Квинти Промесу. Тадич. Лобият. Отлично. Не доходит снова передача. Елена с мячом. Выносит он этот мяч. Абамьянг. Ляказет. Ляказет что сделает? Хотел отдать пас. Фикир. Но там Камовинга был великолепен в этом моменте. Кабай. Навес. Выносить. Пожарище. Пожарище у нас в штрафной. Аякса. Фикир. Тута нужно забивать. Нет. Нет. И еще раз нет. Рядом со штангой мяч. Но не в сетке. Арсенал неспешно, так скажем, начинает атаку своей команды. Лобият уже. Ой-ой-ой. Лобият входит в штрафную. Нет, тут слишком перебегал. Некоторые токсические перестановки. Навес. И надежная защита. Арсенал в этом эпизоде. Лекозет свечом. Диакоби. Мартинес. Можно, да, отдавать на Лобият. Ну, Лобият вообще, наверное, красный, да. Я просто не обратил внимания. Потому что он носится, ну, как неугомонный. Отличная передача на Патрика Шика. Шик попадает во вратаря и, к сожалению, не забивает. Ну, много моментов Арсенал создал. А вот Аяксу, чтобы вернуться в эту игру, нужно сейчас вот прям забивать. И Ферн штрафной. Лобиадище. Лобиадище. Просто Лобиадище. Хэтрик или дубль? Хэтрик от Лобиада. Великолепно. Ну, тут Ферн Торрес тоже разрывает, если честно, свою бровку. Смотрите, просто невероятный какой-то Ферн Торрес, так скажем. Итак, 3-4. Возможно, такой же счет, который у них был и в первом матче. Но теперь уже в пользу просто другой команды, а именно Арсенала. Но Арсенал все-таки не перестает у нас атаковать. И проводит атаку за атакой. Камовинга. Ой-ой-ой, какая неточная передача на Патрика Шика. Фекир. Фекир. Можно дальше. Ля Козет. Ля Козет бить. Попадает в защитника, но Мазруи. Нет, не успеет. И будет у нас угловой удар. Грани Джака навешивает. Сареш. Ля Козет. Ля Козет. Ой, хорош, хорош там пятый номер. Аякса. Эктор Белерин. Кабай. Лабиат. Камовинга. Шик. И снова будет угловой. Там Торсоба на самом деле надежна в этом эпизоде. Камовинга. Выносит. Дойдет ли мяч до Тадича? Нет, не доходит. Ауба Миянг. Уже в штрафной. Ля Козет. Не попадает в ближнюю штангу. В ближний угол. Штангу, говорю. Как раз таки почти в штангу он и попал. Но даже эта штанга ему бы ничего не дала в этом моменте. Ну что ж. Сможет ли Аякс. Создать еще парочку эпизодов. Момент. Для того, чтобы попытаться. Выиграть. Уже уверенно повести в этом матче. И вот пас на Шика. Шик. Удар. Там галкипе. Надежен. Лефика. Что ж вы делаете, парни? Выносите в этом моменте. Ну да, сейчас Фикер, я думаю, накажет. Нет, не наказывать. Тек Эленбург достает. Пожар. Пожар у нас. Арсенал никак не может забить Арсенал. Много момента создал. Но я не удивлюсь, что сейчас по итогу... Опа-па. Тут у нас положение не игры. Касселины. Касселины. Пас отлично на Абамьянга. И нарушение. А есть ли кому ударить в этой команде? Да, есть Кабай, который, скорее всего, и будет бить. Кабай. Нет, не попадает. Догонит ли Диакаби? Сарж. Сарж на вес. И мяч у Стек Эленбурга. Стек Эленбург. Квинси. Промес. Отличный пас на базаруи. Феррон. Феррон. Лобьяд. Ой-ой-ой. Не дают Лобьяду пройти в этом моменте. Но я все-таки думал, что Феррону Торосу нужно было возвращать. Ну что ж, Лобьяд сможет еще один такой гол забить? Промес бьет. И великолепный сейв от Лену. Тадич подача. Лобьяд. 4-4. Покер Лобьяда в нашем матче, дорогие друзья. Вот так вот наказывает этот парень. Поздравляем Аякс. Не знаю, до какой минуты там идти будет наш матч. Ну а Аякс сегодня может принести еще одну сенсацию. В матче с Арсеналом. Ну много моментов было у Арсенала. Ну будем откровенны. Ну в этом и есть прелесть нашего игры. То есть ты можешь создать в 2 раза меньше, в 3 раза меньше моментов. И по итогу претендовать на какие-то очки. Промес входит в штрафную. Но не получается здесь у него. Ой-ой-ой. Мартинес. Лобьядище попадает в защитника. И что мы с вами наблюдаем, дорогие друзья. Аякс, сравнивая счет в матче, где он практически, ну 100% должен был проиграть. Он еще имеет Абамиянка рядом со штангой. И Аякс еще может умудриться и выиграть этот мяч. Но если он выиграет этот матч, то это будет просто страшный сон для тренера Арсенала. Все-таки проиграть два матча. Но первый я уже, если честно, не помню. Там 4-3 было. Тоже, насколько помню, я коментил. Опс, не получается. Но даже, я думаю, тут ничья устроит Аякс. И 4 наберет балла Аякс. Аякс, Абамиянк. Ну, выбейте этот мяч. Если тебя ничья устраивает, то ты можешь просто вынести. Нет, не устраивает ничья. Значит, вперед идет Аякс. И вот она, одна из последних атак от Аякса. Что по итогу мы с вами увидим? Ферран Торрес! Ну, что же вы, ребята, творите? Или вы полностью матч решили сыграть? Камовинга. Аубамиянк. Декаби. Хороший пас на Тадича. Ну, смотрите, ребята, вот чем. Я не помню, сколько там минут был этот матч. Потому что Лобьяд ходит уже в штрафную. Не помню, сколько первый матч длился. Но здесь нету остановок уже минут 10 игровых именно. Поэтому точно ничего не могу сказать. Ну, следующая остановка, по идее, прекращает этот матч. Нужно сфалить, выбросить. Ну, много моментов было у Арсенала и у Аякса, чтобы просто выбить. А вот они хотят... Все-таки хотят... Хотят довести этот матч до победы. Ну, как вы знаете, правило, если был разрыв, у нас следующее. То есть, матч будет продолжаться до тех пор, пока он не покинет поле. То есть, не будет остановки по той или иной причине. А, насколько я помню, здесь у нас не было остановок. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Один на один. Забей сейчас, забей. Забей, Лобьяд. Лобьяд забивает 5-4. Пентатрик, Лобьяда. Бог ты мой, что творит Аякс. Вы видели этот матч? Просыпайтесь все, как говорится, кто может. Аякс вырывает победу. Да, это все, дорогие друзья, я так понимаю. Все, 5-4. Аякс дважды обыгрывает Арсенала в каком-то нереальном матче. Я получил редкостное удовольствие, потому что, ну, не знаю, что происходит с Артуром. То, что так, как он побеждает Арсенал, это... И он запутывает вообще абсолютно у нас группу. Да. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был я, Андрей Антонюк. Всем спасибо и до новых встреч. Это был футбол, это Аякс Арсенал.